туристическая жемчужина россии краснодарский край утопает в строительных отходах бой бетона асфальтовая крошка арматура и грунты здесь разбросаны повсюду вы купили ущелья в горах горные ущелья курортные зоны плодородные земли и обочины дорог превращаются в одну большую свалку страшно представить что вот здесь буквально заканчивается мусор а прямо дальше начинаются сельхоз поля и к сожалению очень часто границы между мусорными свалками и сельхоз полями ну буквально смазаны на всей территории края большими темпами идут строительные работы возводятся жилые комплексы гостиницы новые участки федеральных трасс развязки и железнодорожные мосты куда смотрят власти почему никто не контролирует ход работ и каким образом вообще на госконтрактах могут происходить такие вещи но куда идут отходы от сноса и строительства почему на кубани их не перерабатывают а свозят на переполненные полигоны а то и вовсе сгружают на ближайших полях и обочинах дорог в том же подмосковье куда со столичной реновации также эшелонами идут грузовики с грунтами и бетоном уже давно разработали и внедрили систему автоматизированного контроля здесь ни один грузовик не может выехать с территории стройплощадки без электронного талона на размещение отходов в специальных пунктах переработки тут не встретишь конусов в полях и на обочинах дорог а на полигоны идут исключительно бытовые отходы но в краснодарском крае совсем другая картина несмотря на исчерпание лимитов постоянные пожары и скандалы с сортировкой полигон терра продолжает принимать стройотходы в то время как в соседней анапе растет несанкционированная свалка бытового мусора запашок такой конечно перевалка что творится видишь это не твоя территория это просто жулики мусорные какие-то я не знаю мафиози барыги которые наживаются на здоровье жителей людей ну просто горы бытовухи гниют под открытым небом распространяя зловонный запах и отравляя жизнь всех кто вынужден соседствовать с незаконной свалкой похожую картину мы увидели и на полигоне темрюк сортировка не работает объяснение очень простое нету желающих работать за копеечную зарплату и копаться в мусоре мусор буквально сыпется за границы полигона а фильтрация свалки опоясывает ее по периметру но самое страшное это карьер по добыче песка который расположился прямо у подножия переполненной свалки страшно представить какие опасные вещества могут здесь находиться и где окажется этот песок в итоге на детской площадке у кого-то во дворе или может быть кому-то посчастливится жить в доме построенном из песка вот пропитанного фактически вот этим вот фильтратом кстати о стройматериалах в пригороде анапы в небольшой промзоне расположился цементный завод а прямо через дорогу раскинулись сельхоз поля залитые бетоном я сижу на огромный застывшие лужи из бетона которую просто вылили в чистое поле и она застыла вот в таком вот виде через дорогу находится бетонный завод выводы делайте сами но сложно понять почему местные бизнесмены готовы буквально закатать в бетон природу родного края не лучше обстоят дела и на федеральных объектах с государственным финансированием посреди поля нас встречает шлагбаум и огромная гора земли оказывается что это стройка причем не абы какая стройка а возводят железнодорожный мост и делает все это строительная компания из москвы но даже москвичи решили работать по краснодарским стандартам насыпав огромную гору земли никто до сих пор толком не может нам объяснить сколько она здесь еще пролежит и куда она денется еще хуже ситуация со строительством федеральной трассы краснодар керчь подняв документы мы увидели что в смете заложены деньги на утилизацию грунтов в то время как вместо полигона стройотходы вывозят и складируют в ближайшем поле а куда вывозится а почему их нельзя дальше использовать где-то благоустраивать там пригодны для работы в дороге навалы уже достигли такой высоты что с них открывается панорамный вид на анапу и вот как раз очередной нарушитель приезжает вот он грузовик с огромным количеством грунтов многотонный который сейчас начнет здесь вот прям ничего не боясь под камеру на наших глазах разгружаться чтобы вот этот бульдадерист все это укатал и гора стала еще выше проектом заложены 27 миллионов рублей чтобы вывести грунты на полигон в чьих карманах осели эти деньги и кто будет компенсировать нанесенный краю ущерб я даже боюсь представить какое количество здесь отходов пожалуй самая чудовищная картина разворачивается в селе мысхака под новороссийском здесь предприимчивые бородачи сильным акцентом устроили свалку отходов прямо посреди горного ущелья ребята прям без зазрения совести под камеру на наших с вами глазах их ничего не смущает абсолютно ничего не бояться сыпают мусор ущелья огромную свалку уже видно из космоса и судя по наглости бизнесменов останавливаться в ближайшее время они точно не собираются меня просто поражает и до глубины души возмущает то наплевательское варварское отношение к окружающей среде которую мы здесь увидели серые мусорщики не только наплевали на природоохранное законодательство но и посмотрите как они относятся ко всему живому как страдает природа от их действий все на ваших глазах почему краснодарский край при таких объемах строительных отходов до сих пор работает по устаревшей советской системе грора почему владельцы полигонов бытовых отходов принимают строительный бой по цене грунта для пересыпки и когда экологический ущерб достигнет такого размера что на него обратят внимание региональные власти навалы строительного мусора и грунтов здесь называют конусами эти конусы можно встретить практически по всей округе но мы в рамках нашего расследования нашли целую конусную улицу посмотрите здесь на протяжении всей дороги все буквально увалено вот этими как раз грудами этого мусора в виде тех самых пресловутых конусов каждый такой конус каждая свалка грунтов и мусора это экологический ущерб который необходимо взыскивать с нарушителей это миллиарды рублей недополученные региональным бюджетом те деньги которых сегодня так не хватает на рекультивацию старых полигонов и несанкционированных свалок юристы экорейда уже готовят запросы в надзорные органы и правоохранительные структуры чтобы вместе с ними разобраться в том кто конкретно стоит за этими чудовищными нарушениями и как они будут компенсировать в чудовищный экологический ущерб региону